Я пришел к вам, чтобы, так сказать, передать, точнее, взять дела. Дела завтра будете брать? Ну, завтра, да. Ну, хотел бы узнать, как вы цените в целом ситуацию. Я знаю, что есть сложности. Есть, конечно. Действительно. Ну, бюджет успели посмотреть? Ну, в целом. Который внесен был? Да, я общался буквально недавно с председателями бюджетного комитета. Селегом Альбертович, он сейчас занимается, да, в основном. Полномочия временно исполняющего не позволяли определенные процедуры провести. Сейчас, как говорится, вам карты в руки. Берите, занимайтесь там. Да, у нас сейчас структура, вы знаете. Там внутренних источников достаточно, хотя, конечно, это ключевые вопросы не решит. Ну, дальше как-то надо смотреть по доходам. Если про ЖКХ интересно, то мое мнение, конечно, что здесь просто недофинансированность в течение многих лет. Ну, я об этом, в принципе, рассказывал постоянно. Если успевали смотреть, следить. В принципе, там по всей повестке я очень подробно комментировал. Все надо считать, следить. Ну, в целом, вообще, вы все-таки провели пять недель здесь. Так вот, какие вы видите ключевые направления, где стоит сосредоточить внимание? Ну, сейчас у вас важнейшие нацпроекты и бюджет будет. Ну, и, конечно, история с балансировкой. Потому что, как я говорил, много лет практика была, чтобы бюджет поселения, особенно муниципалитетов, закладывался с дефицитом уже сразу. Ну, да, есть системные проблемы, которые придется решать. Сбалансированность бюджета, понимаете? Да. Это по консолидированному бюджету. Сейчас мы не слежим только республиканский. И с республиканским все более-менее просто. По нацпроекту, вы говорите, как сейчас вхождение уже с бюджетом? Мы же начали заниматься. Софинансирование Минфин России определил на уровне одного процента. Не все федеральные ведомства этот уровень выдерживают. Поэтому также письма, соответствующие, я направил. Ну, не по всем, по некоторым все нормально. Тут федеральный уровень сфинансирования, который есть, он дается. По другим нужно работать. Вы поработали какие-то предложения по структуре, по кадрам? Ну, вы знаете, я вот по кадрам, если сказать, хотел вам передать, потому что, в общем-то, сегодня прощался с кабинетом. Достаточно большое количество действующих министров написали заявление. В отставке я ее принял. Вот здесь назначено также мной заместителем, ну, на период, пока вы будете формировать команду. Для понимания, значит, завтра после вступления в должность, кто останется и, в общем, кто будет исполнять обязанности по ключевым ведомствам. Наверное, это сейчас такая важная вещь. Ну, в принципе, приглашайте. Я так понимаю, министр финансов, ну, не понимаю, точно знаю, принял решение пока работать. Ну, понятно, что... Ну, вы этого понимаете. Дальше в этом, дальше вы будете смотреть. Но, по крайней мере, в курс дела она вас полноценно вести может. Это ключевая задача по бюджету. Все остальное – это текущая оперативная работа. Ну, Владимир Владимирович, большое спасибо. Я думаю, встречу закончим. Ну, вы еще же не уезжаете, да? Завтра улетаете. Завтра уже улетаете. Да, потому что завтра мои полномочия истекают. Сегодня последний рабочий день. Вам сдачи. Ну, приятно было ей лично познакомиться. В любом случае, мы сессией пересеклись. Мы, тем не менее, общались. Несмотря ни на все, спасибо. Да. Все все понимаем.